Привет, подписчики и зрители моего канала! Сейчас, поскольку все еще сидят на карантине до 31 мая, включительно у нас в Московской области и непосредственно в городе Орехово-Зуево, он еще действует, хотя есть послабление в плане того, что в общественных местах нужно ходить в масках и в перчатках. На улице уже давно полно народу, молодежь тусуется на площадках без всяких масок и перчаток, но более взрослые поколения все-таки пользуются, да и некоторые молодежь тоже, видимо, под надзором там и родителям. Что же многие до сих пор делают? Снимают вот такие вот домашние влоги, что же мы делаем в самоизоляции? Ну и вот что делаю в самоизоляции я. Дети у меня у бабушки, у меня их четверо, поэтому, чтобы что-то сделать дома, обязательно нужно куда-нибудь кого-нибудь сплавить или хотя бы закрыть по комнатам. Поэтому пока что их сегодня нет, что я делаю? Я навожу порядок на кухне. В такой большой семье, конечно, поддерживать всю эту чистоту это очень и очень и очень сложно, и поэтому добраться до ящичков приходится не так часто. Ну и поддерживать все в чистоте. Одно это очень и очень и очень сложно, дети мне практически в этом не помогают. Ну вот пока что вот такая вот у меня разруха на кухне, все столы заставлены всякой-всякой-всячиной. Вот посмотрите, тут всякие баночки, скляночки, крышечки, стаканчики. Во всех ящиках тоже не пойми, что делается пока что. Ну вот наводим такой вот генеральный уборка, типа того, порядок, чтобы все сейчас это разложить, разместить по ящичкам. Сейчас я вам покажу непосредственно, что у меня в ящиках лежит и как у меня, что здесь распределяется. Вот такая вот у меня в принципе кухня с поворотом. Кухня у нас 9 квадратных метров и все у нас как бы здесь заставлено ящичками. Здесь у меня в нижнем ящике хранится техника. Здесь запасы еды, это у меня здесь печки всякие. На столе у меня тут что-то из красоты, но сейчас здесь расставлена посуда, все будет убрано. А так у меня вот на столе стоит кувшин, масло и чай для ребенка. И что у меня в ящичках? Здесь у меня скрупы, специи, ну а там удаленка, то, чем я пользуюсь очень редко. Тоже кое-что из техники, тоже какой-то чай, крахмал, ну и что-то совсем нужное в крайних случаях. Это все для ребенка, для маленького. Здесь бутылочки, его печенки. Вот. Дальше над вытяжкой шкаф неиспользуемый, там тоже что-то старое, старые чайники, какие-то банки. Здесь у нас хлеб с выпечкой, тут у меня все для хлеба печки, до того я еще, ну там еще вверх, это сломанное, поэтому я и в принципе мыть не стала. Вот. А эту очистила, прям смотрите, как новенькое стало весы у меня здесь кухонные, там старая мясорубка, это от посудомоечной машинки. Здесь у меня посуда, это у меня сушилка. Это то, чем мы пользуемся каждый день. Там друшлаг, всякие ситечки, здесь чашки, тарелки. Вот такая вот у нас сушилка. Это у меня рабочий стол, я здесь готовлю на этом рабочем столе. Это бутылочница, мы ей сейчас не пользуемся, на ней ребенок вечно виснет. Ну это посудомоечная машинка, там у нас, значит, помойка, где хранится. Не только помоечное ведро, там у нас и корм для собак, и фильтры, и порошок стиральный стоит, потому что у нас здесь стиральная машинка на кухне. И ведерко у нас там с пакетами, то есть вот пакеты. Это вот у нас такая моечка. К сожалению, пока что не работает крантик на питьевую воду. Так, вот такой вот угловой шкаф. Здесь у меня тоже всякого рода посуда. Это праздничная посуда. Здесь у меня горшочки, тоже всякие стаканчики. Ну, это не каждый день пользуется, это по праздникам. Каждодневный такой более-менее вот этот нижний ящик. Сейчас сюда вот наведу порядок во всем этом безобразии. Банки, что на выброс, что маме отдать. Вот это мои стаканчики я коллекционирую. Кое-что здесь у меня из посуды, ножики всякие. Это печь, ну, вернее, не печь, а делать рулеты. Так, дальше этот ящик у меня. Это кастрюльки здесь у меня хранятся, то, чем я пользуюсь. Там наверху у меня коллекция моих баночек и миксер. И этот шкафчик здесь у меня сейчас пока стоит химия, надо ее отсюда убрать. И тут тоже пароварка, стаканчики для йогурта и пакетики там всякие, салфеточки. Здесь у нас висит телевизор и это тоже такого рода рабочий стол. Тут у нас телефончик стоит и вот стиральная машинка. И здесь у нас ящики. Тут ложки-вилки у нас такой вот ящик. Здесь у нас всякие терочки лежат. Там для жульена всякое-всячное. Ну, какие-то запчасти от какой-то техники. Ну, а этот ящик под овощи. Тут лук, картошка. Вот стол. Мы на нем, ну, дети только кушают в холодильник. Сейчас на холодильнике кое-что из тоже неразобранного пока что стоит. Ну, вот таким вот образом выглядит моя кухня. Плиту я тут вот отдраила. Отмыла одну решетку. Нужно будет вторую решетку отмыть. Такая вот у меня плита. Надо будет ее еще раз протереть, потому что те жидкости и вещества... О, кое-что заметила. У меня есть нижний ящик в плите. Вот он. Я сейчас сюда все убрала. А здесь вот газ. И вот так делать нельзя. Потому что если я сейчас зажгу газ, то тогда вот это тоже загорится. Видите, как сделано. Так что это отсюда придется убрать. Оно у меня здесь всегда лежало, но я не убирала это ни в сумке, ни во что. Ага, хорошо, что посмотрела. Так делать нельзя. Здесь у меня куча форм для выпечки. Тут всякие эти... Нужно сейчас будет придумать, куда тогда все это переубирать. Так что вот так вот мы сидим сейчас дома на карантине и занимаемся вот такой вот шляпой. Так, что я еще хотела вам сегодня показать. Недавно я была в фикс прайсе, а также сделала заказ на Валдберрисе. В фикс прайсе мы приобрели вот такое вот чистящее средство, спрей для чистки плит. Я их взяла две штуки. Одним я уже пользуюсь. И я им отчищала от нагара, плиту и формы для выпечки. В принципе, очень хорошая вещь. Еще пол бутылки мне хватило, чтобы очистить весь внутреннюю поверхность моей плиты. Там нагар был очень-очень сильный. Но обязательно надо работать в перчатках, потому что ожоги. Вот у меня на руках, видите, пятнышки красненькие. Это вот ожоги. И несмотря на то, что я работала в перчатках, немножко все равно кожу подразъела. Даже вот здесь вот у меня сейчас вам покажу. Вот, видите. Поэтому нужно обязательно работать в перчатках и очень-очень аккуратно. Также купили вот такой вот спрей, дезинфицирующее средство. Обрабатываем тоже руки, все поверхности, ручки входные, ключи, телефоны, карточки пластиковые, там кошельки. Ну уж не знаю, насколько оно убивает все известные нам вирусы, но лучше, чем вообще ничего. Так что пользуемся такой штучкой. Купила набор из двух губочек для чистки нагара. И это у нас наждачная бумажка. Вот на такой вот интересной губочке тоже ей чистила. Тоже мне, кстати, в принципе, понравилась. Она более прочная, нежели чем обычная губка с покрытием вот этим жестким. Так что очень интересная вещь. Две губочки, вот одной я уже попользовалась. Взяла набор вот таких вот губочек металлических, тоже в фикс прайсе. Тоже для чистки таких трудновыводимых загрязнений. Ну и иногда, когда прям что-то сильно подгорает, эти губочки очень хорошо помогают. Так, набор тряпочек. Так, две тряпочки я уже отсюда достала. Так что здесь их было пять разноцветные такие вот тряпочки. Это у нас микрофибра. Я тоже ими натираю поверхности уже до блеска. Такими вот сухими или чуть влажными. Взяла вот такую шумовочку тоже в фикс прайсе. Для того, чтобы вылавливать пельмешки или же пирожки из масла, фритюра и из воды. Вот тоже интересная вещь. Так, ну это моя тетрадочка. И то, что я заказала на Валдберрисе. Фирма Борнер. Фирма Борнер. Это у нас крышка универсальная. Так, открывайся коробочка. Так, никак не хочет коробочка открываться. Вот такая вот у нас универсальная крышка. Выдерживает 220 градусов. Можно в плите использовать и в духовке. Это у нас под 24, 26 и 28 размер. И она у нас силиконовая и стеклянная. И здесь есть еще у нас для выхода пара. И это немецкая фирма Борнер. Которая не только терки делает, но теперь, видите, и делает силикон со стеклом. Вот такие вот интересные крышки. Это тоже силиконовая. Очень так интересно сидит на сковородке. Будем пользоваться и посмотрим, как она у нас будет в действии работать. Я никогда такими не пользовалась. Но вот попробовали взять на пробу такие крышки. Они еще есть 29, 30, 32. Для более больших сковородок. Легко моется, не впитывает запахи. Можно мыть в посудомоечной машинке. Не бьется. Силиконовые части защищают стекло при падении. Так, на открытом огне с осторожностью. Так, экономит место. Одна крышка вместо трех. Материал полимерный материал. Из силикон, стекло, нержавеющая сталь. И производитель АКС Вальд ГМБХ. И это Германия. И импортер Бернер Ист. Я очень люблю эту фирму, поэтому решила купить. Так, а вот сковородочка у нас... Сковородочка у нас 28. Так, пакетик. И это фирма Нева. Наша отечественная. С антипригарным покрытием. Вот такой вот интересный окрас у нее. То есть она не черная, а такая серая в белую пятнышку. С антипригарным покрытием. Написано, что ее хватает на 2500 циклов использования. Так, нагрев до 170 градусов, чтобы не попортить поверхность. Ну, желательно, конечно, чистить ее обычным мылом, не используя никаких жестких губок. Так же, как и специальные лопаточки использовать желательно. Донышко, видите, такое вот тоже интересное. Ребристое. Здесь даже есть выемка на донышке, только для того, чтобы оно не деформировалось. Ну, посмотрим. Сковородка не очень дорогая. Она по акции была за 1100, без акций 1300. Крышка, кстати, стоила 750 где-то рублей. Тоже по акции. Без акций там что-то больше 1000. И, кстати, крышки есть еще отечественные. Они чуть подешевле, но я пока взяла импортную Борнеровскую. Это у нас литой алюминий. Это не чугун, но сковородка такая достаточно тяжелая. Такая вот ручка у нее. Вот я ее сейчас держу. И тяжеловато она, конечно, вот ее тоже держать. Что у нас здесь написано. Так, газовая плита, стеклокерамика, электрическая. И можно мыть в посудомоечной машинке. Так, по заказу InHome разработана. Так, литой алюминий. Так, качественное антипригарное покрытие, чтобы готовить без масла. Так, итальянская дизайнерская ручка. Гарантийный слурок эксплуатации 12 месяцев. Антипригарное покрытие на водной основе. Производится без перфтороктановой кислоты какой-то. Так, ну и это у нас Псковская область. Производят такие сковородочки. Ну попробуем. Если понравится, то закажу еще. Потому что это лучше, чем Китай. Во много раз. Китайская стоит 500 рублей. Так, у нас проблемы были с чайными ложками. Поэтому также на Валдберресе заказала набор из 6 чайных ложечек. Так, за 200 с чем-то рублей. Так, труд твача. И это у нас тоже отечественная. Это Нижегородская область. Производит вот такие вот классные ложечки. Даже какой-то рисуночек интересненький. Это самые дешевые ложки. Все остальные были уже больше 300 рублей. Но нам хватит. Потому что наши все куда-то просто-напросто испарились. Так, ну что ж. Я закончила разбирать шкаф. Смотрите, теперь у меня здесь все формочки уместились. И даже освободилось место. Потому что я убрала отсюда все стеклянные банки. Так что вот такая вот у меня теперь здесь красота. Так, ну это мы сейчас тоже все разберем. Расставим по своим местам. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Если кто-то уже пользовался такими крышками-сковородками, напишите, может быть, свое мнение. Понравилось вам или не понравилось. Как хорошо держат антипригарные покрытия. Как моется этот силикон. Прогорает, не прогорает. Вообще, какие есть проблемы или нет проблем. Буду очень рада подсчитать ваши отзывы. Чтобы в дальнейшем, может быть, приобретать что-то иное. Потому что есть сейчас в планах тоже купить еще одну сковородку. Может быть, что-то посоветуете. Не очень дорогое, но другого качества. Подписывайтесь на мой инстаграм, на мою группу ВКонтакте. Чердачок N. Там в основном коллекционирование. Ну, это такой был небольшой домашний влог. Всем пока. До новых встреч. Здоровья пока что. Сидим дома по возможности. Все-таки ограничиваем наши походы. И до новых встреч. Пока-пока, друзья.